На территории республики находится несколько всесезонных курортов, очень таких знаменитых, таких как Домбай, Тиберда и новый курорт Архыз. Они не только горнолыжные, они всесезонные, поэтому горы, они по-своему прекрасны. В любое время года у нас очень активно развивается туризм. Более 2 миллионов 300 тысяч гостей нашей республики посетили в 2022 году. В этом году мы предполагаем, что эта цифра выросит процентов где-то на 20. Но ближе к людям, наверное, все то, что мы сегодня делаем благодаря тем решениям, инициативам нашего национального лидера Владимира Владимировича Путина, а в первую очередь это улучшение качества жизни населения Карачаево-Черкесской республики. Основой экономики республики это сельское хозяйство. Расскажите, как этот сектор сегодня развивается и много ли населения в нем задействовано? Ну, вы знаете, у нас на территории республики около 60% населения это сельские жители. И, безусловно, развитие сельского хозяйства, опять же, подчеркну благодаря тем решениям президента, правительства Российской Федерации для развития сельских территорий. Одноименная программа комплексного развития сельских территорий принята правительством Российской Федерации, реализовывается инвестициям сельского хозяйства, что позволяет улучшить качество жизни именно сельским жителям. И при этом, конечно, идет развитие самой отрасли сельского хозяйства. Но мы, наверное, все-таки больше по мясному скотоводству, по интенсивному садоводству. Мы являемся одним из крупнейших в Российской Федерации по поголовью баранины и козоводьцу. И при этом активно развиваем отрасль овощей и фруктов. Мы начинали в 2017 году с 200 гектаров яблоневых садов суперинтенсивного типа. Сегодня мы уже перешагнули черту в 2000 гектаров. При этом параллельно создаем на сельских территориях сельхозкооперативы. Но активно занимаемся интенсивным садоводством и также занимаемся строительством фруктохранилищ. Планируем приступить в 2024 году к строительству самого крупного в Европе плодохранилища, овощехранилища на 60 тысяч тонн. И считаем, что сельское хозяйство – это такой драйвер нашей экономики наряду с промышленным производством и туризмом. Промышленность ведь тоже не стоит на месте. Расскажите, как она развивается и кто основные налогоплательщики? Ну, если брать промышленность, то, наверное, основные налогоплательщики – такие крупные предприятия, в принципе, и в объемах всей нашей страны, Юга России в частности, такие предприятия, как «Кавказ Семент», такие предприятия, как «Горнообогатительный комбинат» уральской горно-металлургической компании, которым уже по 50 лет со дня основания, где работает большое количество людей. Предприятия проводят и модернизацию, предприятия, в том числе, не забывая про экологию, про направленность экологическую. Наверное, вот они… И, конечно же, компания «Русгидро». Мы тоже начинали в 2011 году со строительства одной гидроэлектростанции, то вот за эти годы, за 12 лет мы построили уже 4 гидроэлектростанции и одну уникальную гидроэлектростанцию – гидроаккумулирующую электростанцию. Да, их, по-моему, всего две в нашей стране. «Русгидро» тоже является крупным налогоплательщиком. И самое главное, что стабильные рабочие места с хорошей заработной платой, высокотехнологичные рабочие места. Ну, конечно, это полезные ископаемые у нас – и больфрам, и руда, и медь. Меняется облик городов, населенных пунктов. Строится новое жилье и в том числе коммерческие постройки. Расскажите, насколько они востребованы? В прошлом году у нас был исторический рекорд за всю историю Карачаева-Черкесии по введенному жилью. Это более 310 тысяч квадратных метров. Для небольшой республики это очень много. Это дважды было больше, чем даже в советское время то, что строилось. Но в этом году мы уже выросли на 20%. Уже 360 тысяч прогнозов мы сдаем 360 тысяч квадратных метров жилья. А что говорить об обликах городов, то, опять же, национальные и федеральные проекты, которые сегодня позволяют, это доступная, комфортная городская среда. Реально меняется облик наших городов, населенных пунктов не совсем больших. Это и парки, и зоны отдыха, это и облик центральных улиц. Как раз вы затронули тему комфортной жизни. Газификация активно сейчас тоже происходит. 83%, насколько я помню, газифицировано в Карачаево-Черкесии. Как проходит социальная газификация? По социальной газификации мы работаем достаточно упорно совместно с Газпромом, Межрегионгазом, с политической партией «Единая Россия». Мы входим в восьмерку лучших регионов России по исполнению социальной газификации. И здесь уже более 8,5 тысяч домовладений воспользовались этой опцией. У вас ведь все-таки спортивный край. Как идет развитие массового спорта? Вы знаете, опять же, 10-11 лет назад активно физическая культура и спорта, если мне память не изменяет, занималась порядка 11%. То сегодня занимается 55-57% населения. И те задачи, которые ставит Владимир Владимирович Путин перед нами, о том, чтобы к 2030 году активно в физической культуре и спорте занималось как минимум 70% населения разновозрастных групп. Я думаю, мы к этому показателю обязательно придем. И что-то мне подскажут, что придем раньше, потому что благодаря, опять же, такой мощной поддержке правительства Российской Федерации мы построили более 200 спортивных объектов. Вот буквально впервые у нас в следующем году появится Ледовый дворец. Ну, так как мы Южная Республика, у нас его не было. Ну, в следующем году мы открываем Ледовый дворец. В прошлом году, в рамках празднования столетия, мы реконструили, а по сути построили центральный республиканский стадион, который торжественно открыли. Поэтому развитие идет. Туристы к вам в том числе затем и едут, потому что природа располагает, да, поклонники лыж, сноубордов, Донбай. Расскажите, как регион сегодня готовится к встрече большого количества туристов? Насколько готов гостиничный фонд? К эксплуатации и управлению курортным комплексом, всесезонным курортным комплексом «Архыз» зашла компания «Горные вершины», у которой есть достаточно богатый, хороший, самый главный классный опыт управления курортами «Красная поляна» в Краснодарском крае. Здесь есть планы, синхронизированные с правительством Российской Федерации, с Министерством экономики, у республики, управляющей компанией, о том, чтобы к 2030 году мы планируем увеличить кратное количество мест размещения, мест пунктов питания и всей той необходимой инфраструктуры для развития полноценного курорта. Это и строительство новых канатных дорог, строительство новых горнолыжных трасс. Туристов мы ждем не только зимой, не только горнолыжников и сноубордистов. «Архыз» и «Донбай» очень популярны и по туристическим летним маршрутам, и по переходам, и по хайкингу. Ну что ж, Рашид Бориспевич, спасибо вам большое за этот разговор. Спасибо вам большое, вам успехов.